Лошади-переселенцы теперь реабилитируются в Черкассах. Своих любимцев перевезли туда две семьи из Северодонецка и Святогорска. Животных удалось эвакуировать во время страшных обстрелов. На дорогу в безопасное место ушло 16 часов. Теперь же лошади привыкают к новому табуну в Черкассах. О новом месте жительства спасенных животных расскажут наши коллеги. Моника! Да что ты? Микрофоны невкусные. Уже почти не напуганы и очень любопытны в отношении посетителей. К новым условиям в Черкассах адаптируется шесть лошадей из Северодонецка. Тафа самая хитрая и самая мудрая. Елене не сразу удалось вывезти своих животных из Северодонецка. Многие водители отказывались ехать в зону активных боевых действий. Заводчице лошадей пришлось делать несколько заездов. Женщина не может забыть глаза испуганных обстрелами любимцев. Они чувствовали, они знали. Вот они прям вот что мы приехали за ними, когда я погрузила в прицеп первых двух, вторые, они так смотрят. А мы? А как же мы? То есть лошадей в глазах было вот это не бросай. Приютить переселенцев согласились в Черкасском конном клубе. Старшие из кобыл даже нашли работу. Это возрастные лошадки, им по 14 лет, подружки. Анталия, украинская верховая, хельда, русская рысачка. Хельда, вот эта хельда, она уже работает здесь и по терапии. То есть как в реабилитационном центре уже лечит деток. У лошадей сформировалась иерархия. Вот начинается ревность. Вот это вот прижатые ушки. Это уже тафа рассказывает, что не надо давать ей. Давай мне. Со временем к шести лошадям из Северодонецка присоединились две кобылы Святогорска. Лавина и Аризона. Обе такие энергичные, обе импульсивные, обе заводные, обе упрямые. Это чуть веселее, это чуть грустнее. Их хозяйка Оксана говорит, ни на секунду не сомневалась, забирать ли с собой животных, когда в городе стало опасно. Потому что лошади – это наша семья. Мы решили не бросать своих подопечных. Вокруг них сложилась реальная угроза. И поэтому мы решили вывезти лошадок в более безопасное место для них. Там, где будет для них еда, вода, люди, которые будут ухаживать. Сейчас лошади обживаются на новом месте и рады любому вниманию посетителей. Животными можно познакомиться и даже покататься на них в Черкасском конном клубе. Ведь чтобы прокормить скакунов, нужны финансы, а их сейчас крайне не хватает.